Шалом-шалом, дорогие друзья! С вами я, Левиашер Харпатин. Вас ждет свежая майса. Произошло это в Чехии, в столице Чехии, Прага, с главным раввином Чехии и с королем Чехии. Так получилось, что главный раввин жил рядом с королем, и вот одним вечером они встретились, и король попросил его зайти к нему в дом. И у них началась беседа, и король говорит ему, вот вы, евреи, нарушаете Тору. Раввин с удивлением на него посмотрел, говорит, я прошу прощения, каким образом, как мы нарушаем? Он говорит, есть такое правило, следовать за большинством, идти за всеми. Раввин его абсолютно проигнорировал, он не ответил ничего, он говорит, правило такое есть, здорово. Так что вы хотите, простите? Он говорит, вы должны идти за нами, давайте быть вместе христианами, ходить на площадь. Он говорит, я вас понял, простите, я откажусь, но перед тем, как отказаться, давайте мы с вами сделаем эксперимент. Сейчас мы с вами одеваемся в цивильную одежду и идем на площадь. В самую обычную, я переодеваюсь, и вы переодеваетесь, и идем на площадь. Вот, вы оденете на себя крест, и мы с вами пойдем, он говорит. Да, хорошо. Они пошли на площадь, Раввин говорит, повторяйте за мной. Он упал на пол и начал кричать. И все люди на площади начали повторять, начали кричать, начали поклоняться. То есть, вот, такое движение началось. Он встал, Раввин, король тоже встал, он говорит, вы зафиксировали? Король говорит, да, да. А теперь пойдемте с вами в синагогу. Вы оденете рубашечку, шляпу, я точно так же переоденусь в цивильной одежде, в мою обычную. И так они сделали, отправились в синагогу, они видят все, главный Раввин, его сразу вызывают к Торе. И тогда была недельная глава Итро, и он начинает, Вешамай Петро. Ему говорят, Рав, Итро. Он говорит, а, да, да, извините, Вешамай Литро. Ему говорят, вы что, пьяный? Итро, Равин, Рав, что вы говорите? Он говорит, Вешамай Гитро. В итоге его выгнали оттуда и попросили выйти из синагоги, что он находится не в нормальном состоянии. Он вышел, это все увидел король. Он говорит, вы видите, я главный Равин, а мне не дали изменить даже одну букву Торе. Мы народ с многочисленной историей, с многотысячелетним опытом, и мы никогда ни за кем не пойдем. Брахава Цлаха, всем хорошего дня.